Здравствуйте, меня зовут Светлана. И сегодня мы поговорим, как всегда, о наших любимых курочках. Вот у нас подмёрзла, качели у нас в этом году сумасшедшие с погодой. Вот, как вы видите. И сегодня станет вопрос такой, кровь в яйце. Много задают вопросов, и очень хорошо, спасибо, задавайте. Как раз я буду готовить вот эти ролики, как говорится, и сама учиться, и всё вот это, всю литературу поднимать, по возможности, конечно. И буду, конечно же, выкладывать. И, ну, разбывает кровь в яйце внутри яйца. Ничего страшного, не переживайте, как говорится, кушать его можно. Если хотите, разбили выпечку, вытащите этот сгусток. Вот, и если переживаете, просто тогда пожарьте полностью, чтобы не оставался ни желок, ни белок. Полностью сделайте всё очень круто. Почему так происходит? Тут очень много факторов. Факторы содержания, факторы стресса нашей курочки. Но когда, например, у нас кровь в яйце, в самом внутри, на желтке, это говорит о том, что при формировании и выброса эволюции произошёл разрыв кровеносного сосуда. И он отправился, по-русски говоря, в яйцевод. И уже в яйцеводе всё накладывается друг на друга, и выходит нам такое яичко. Это бывают единичные случаи, да, такое бывает. Бывает такое, когда курочка несёт очень большие, крупные яйца. Вот, бывают генетически, а бывает и нехватка нашего, как говорится, внимания и нашего кормления. И уже если мы обнаружили в кровь в яйце, это уже не причина, это уже следствие. Наши курочки тоже болеют, как вы знаете. У них есть и бессимптомные заболевания. Вот, так что особо ничего, если это единичный случай, ничего страшного. Ещё учёные, как говорится, выявили, что в основном кровь в яйце почему-то бывает у кур цветного оперения. То есть коричневые, рыжие, какие хотите. У белых она очень редко встречается. И вот я держу сейчас у меня лигорные, они белые и чёрные. И у них скорлупа всё равно намного твёрже, чем у доминантов. Хотя у доминантов шикарная скорлупа. Но вот у них прямо не пробьёшь. И у них, как говорят учёные, более стойкий иммунитет, и более защищена иммунная система. Вот именно про вот этих белых окрасок чисто, белые птицы, которые несут белое яйцо. Там есть и породы, есть и доминанты, есть и вот лигорная самая распространённая. И от неё идёт много рассветлений доминантов. Как может сказали, если кровь у нас находится в желтке, это кровеносный сосудик. Если же другой фактор рассмотрим, кровь у нас в белке, это значит нехватка минвитаминов. Магния, кальция, фосфора, серы, искутненькое питание. И ещё не забываем условия. Ещё очень важный фактор. Если у нас кровь находится на скорлупе яйца, это уже проблема с яйцеводом. Это может быть и воспалительный процесс, может быть нарушение где-то самого яйцевода. Это, конечно, уже тут проблематично. Тут надо уже или радикально решать меру, если вы знаете, что именно эта курочка несёт, или пробовать её, как говорится, помочь ей, чтобы яйцевод зажил. Но это непросто. В любом случае, можно давать метранидазол, например, по таблеточке, два раза в день. Если вы именно поняли, что это курочка, это именно это, её надо отсадить. А так что ничего страшного. Если всё питание сбалансировано, если белка, протеина, всего им хватает, особенно это бывает, как я говорю, вот весна, осень, вот это зимнее время, когда нехватка солнца, вот, то яйцо можно спокойно употреблять, не переживайте. Так что не переживайте. Яйцо своё всегда полезнее на много покупного. Как говорится, выберите этот густочек, или когда вы варите вкрутую, вы его всё равно не заметите, он сварится. Если пекёте, то выберите. И всё, никаких проблем. Это же ваши курочки. У меня вышел раньше ролик, вот только недавно, про перо, что я делаю с куриным гусиным пером. Показать не могу. Вчера ведро высунули, и вот осталось, смотрите. Вот даже вот эти перья, что остаётся, это гусиное перо, они потом перегниют. Перегнивая, они постепенно начнут ломаться. И что можно, они, конечно, потом всё едят. Видите? Они всё это перегниют. А это перегниёт, вы даже, я даже весула, её не вижу, когда вот это всё вытаскиваю. Здесь, они у меня, грубо говоря, скушали от двух гусей и курочки. Перо. Конечно, маховые вот эти первые перья у гусей, вот эти хромодюжные, вот эту часть я всегда отрезаю у гуся. А вот. Мы их сжигаем тогда в печке, потому что там действительно перья, которыми раньше писали, надо себе как-нибудь попробовать, как старину, с огусиным пером. И делали из них поплывки. Это я помню, в детстве ещё делали. А вот. Так что вот видите, это вот всё, что осталось вот от ведра. Они ещё так копаются, где-то что-то они ещё съедят. И всё это перегниёт. Спрашивали, что находится. Во-первых, это белок. Это очень ценнейшие витамины. Каннибализма от них у меня нету. Я говорю, просто случайно получилось. Я как-то несла ведро, несла на кучу, что-то задумалась и высыпала их. И из ведра через 4 часа ничего не осталось. Особенно, если пёрышки маленькие, но у гусей я забираю на подушку, вы видели. А у кур они маленькие, но маховые, потом всё равно перегнивают, где-то всё идёт в удобрение. Вот такое решение я нашла, чтобы, как говорится, не заморачиваться со своим пером, потому что птица идёт на ощипку и убой, как говорится, круглый год. Вот. И жалко перо выбрасывать, жалко его сжигать. А тут польза. Польза для них и польза для меня. Они его перерабатывают и, как говорится, всё переходит на вод, всё уходит в землю. Что пришло, то и ушло. Ну вот, конец декабря, скоро Новый год и последний наш урожай. Видите? Это у меня овёс. Рожь у меня кончилась. Это у меня овёс на том парнике. Вот он уже подмороженный. Это всё, что могу я им дать. Курочки, конечно, вы видели, уже с удовольствием копаются. Последний урожай в этом году. Так что, я рада, что вы со мной общаетесь, задаёте вопросы. Я когда всегда могу ответить, и будем освещать вот эти темы, которые вас интересуют. Так что, большое спасибо. Жду ваших предложений.